Центральный московский подром погрузится в дым. Уже сегодня конюшни были заняты, но не классическими теплокровными, а настоящими железными конями. Традиционная гонка звезд, которую ежегодно проводит журнал за рулем, уже в 22-й раз соберет лучших российских пилотов из различных дисциплин автоспорт. На любом другом фургоне, припаркованном на площадке в центре подрома, эта табличка выглядела бы совершенно справедливой, но в данном случае она не лишена ироничного подтекста. Эти механики трудятся на один из самых неоднозначных экипажей предстоящей гонки. В его составе 17-кратный чемпион страны по автокроссу Борис Котелло и единственная из всех участников представительница прекрасного пола Татьяна Елисеева. Конечно будут и вылеты, и перелеты, и повороты, и это ипподром, это больше 30 машин, прямяки, сумасшедшая скорость. Это сложно, интересно, красиво, феерично, прям все прилагательные, которые есть. По словам специалистов, трасса получилась одной из самых быстрых в стране. Это сейчас здесь снежное покрытие, но через несколько заездов круг превратится в настоящий каток. Скорость на входе в повороты будет достигать 180 км в час. Кирилла Ладыгина эти цифры не пугают. 11-кратный чемпион страны в различных дисциплинах автоспорта наоборот рвется на трассу. Механиком сам колеса таскает, лишь бы те машину подготовили в срок. Два года назад на гонке звезд он уверенно выиграл все заезды. Все попадало, работала, слажена команда, у нас все получалось. Ну, конечно, есть доли везения. Вот надеюсь, что и в этой гонке нам будет везти. В гонке звезд даже столь именитые пилоты надеются на везение. А все потому, что уровень участников, как на международных стартах, ни одной случайной фамилии. И цель каждого – это хрустальная шина. Неудивительно, что даже один из организаторов турнира решил болеть сразу за троих спортсменов. В регламенте гонки звезд записано, что если ты три раза победил, то эта шина достается тебе навсегда. Вот у нас есть три двукратных победителя. Это Борис Маслов, это Сергей Успенский и Тимур Садридинов. Вот мне кажется, что самые интересные завтра дэли будут вот среди этой троицы. Потому что у них есть реальный шанс шину забрать навсегда себе. Я вот за ними буду следить в первую очередь. Но помимо основной группы участников, на трассу выйдут триумфаторы Дакара. Владимир Чагин и Фердаус Кабиров. Один из самых талантливых и перспективных гонщиков Франции. Третий пилот «Лотус Рено» Рамен Грожан. И только Виталий Петров на гонке звезд будет исполнять роль почетного гостя. К сожалению, мы вынуждены были отказаться от выступлений из-за недавних происшествий с Кубицей. Я не могу больше рисковать. И все-таки моя цель – это «Формула-1». Остальное уже можно будет потом пробовать. Приеду, посмотрю, как русские гонщики со всеми поздоровались. Я всех знаю. И просто пообщаюсь. За всю историю гонок никто не отказывался от участия в главных заездах. И для пилотов, и для зрителей эти соревнования превращаются в настоящий праздник, который ежегодно становится одним из самых ярких событий сезона. Дмитрий Занин, Александр Чесноков. Вести спорт. Все краски гонки звезд не пропустите завтра в прямом эфире канала «Россия-2». Начало трансляции в 15.15 по Москве.